Здравствуйте! Приветствую вас из нашего солнечного Алмата. Я врач восточной медицины. Зовут меня Аспет Кайсар Ахмедбекула. Занимаюсь уже 25 лет восточной медицины и по своей первой специализации я врач-терапевт. Хочу поделиться хорошей новостью, что у нас в Казахстане сейчас появилась очень хорошая возможность восстанавливать людей, поднимать их здоровье, улучшать им их иммунную систему. Встретился я с человеком, который просто является генератором этой идеи и человеком, который вдохновил нашу профессуру, наш ученый свет к созданию просто сногсебательного продукта, который называется Элергенин. Ну, Элергенин это, в принципе, как бы общее название. Стержнем этого нового продукта является Элергенин. В соответствии с этим я хочу сказать, что Айден Кудайбергенович Симбаев может на сегодняшний день обеспечить все население нашего Казахстана и не только. Тем продуктом, который поднимет здоровье нашего народа настолько, что мы просто будем все действительно забудем, что такое грипп, забудем, что такое тяжелые заболевания печени, сердца, кишечника и суставов. Вы убедитесь в этом, когда сами попробуете это. Я выезжал в разные регионы Казахстана и, естественно, везде у меня есть возможность. Кто меня видит на сегодняшний день по этому каналу, я приветствую вас. И хочу сказать, что на сегодняшний день мы имеем Элергенин с добавками гвоздики, с добавками черного тмина, с добавками из ламинарии и мяты. Ну, начнем, наверное, с мяты. Почему? Потому что у нас люди подвержены стрессам. И вот в какой-то момент были такие интересные изменения, когда я просто не знал, что делать с людьми, которые просто-напросто жалуются на то, что не хотят жить, апатия, не могут особо совладать с тем, что происходит вокруг нас. Тем самым создают такой вот серьезный фон, который приводит к серьезным депрессиям. И один из путей выхода из этой депрессии, конечно же, иглотерапия в какой-то мере помогает. Но, опять-таки, мы, зная причины, не можем до конца это все убрать из нашего организма. Потому что все равно существует внешний фактор, который снова и снова возвращает человека на тот же уровень. И мы можем на сегодняшний день, слава богу, те средства, которые я нашел, я сейчас хочу воспользоваться еще больше, еще шире, И они позволяют нам поддерживать наш организм в том уровне, чтобы мы вообще забыли о своих вопросах по здоровью. Так вот, нормальный сон, в первую очередь. Если у человека плохой сон, он, естественно, начинает постепенно накапливать усталость и страдает уже от недосыпания, от накапливаемого стресса. И, в конце концов, иммунная система дает сбой. А дальше уже идут другие проблемы. Проблемы с суставами, проблемы с плохим пищеварением, отсутствием аппетита. В отличие от расхожего такого мнения среди людей, что если человек не доедает, он начинает катастрофически худеть, ничего подобного. Некоторые люди просто от стакана воды начинают полнеть. Дело в том, что наш организм удивительно устроен. Если в нем много страха, он начинает накапливать в себе какие-то резервы. И эти резервы, они проявляются в виде того, что человек начинает полнеть. То есть, стресс – это один из факторов того, что человек начинает еще и полнеть. И вот эту полноту мы можем, конечно же, регулировать тем, что выравниваем сперва его стрессовое состояние, убираем. А потом уже, конечно же, работаем над всеми остальными системами в организме. В этом нам, конечно же, помогает элергенин, в котором содержится тмин, масло черного тмина и гвоздика. Что делает масло черного тмина, наверное, для всех уже, для основного населения ясно. Потому что тмин содержит очень большое количество микро-макроэлементов, способствующих восстановлению организма через очищение сосудов, через очищение тех или иных органов от токсинов, аллергенов. И постепенно, конечно же, имеет очень хороший результат. Дальше. Если мы возьмем ламинарию, она приводит к тому, что в организме поднимается иммунная система. За счет того, что вычищается работа сосудов и печени. И печень помогает вместе с почками избавляться от тех загрязняющих факторов, которые постепенно-постепенно в нашем организме все-таки накапливаются. За счет чего? За счет того, что просто-напросто каждый стресс вызывает определенные спазмы в различных системах нашего организма. И через мяту мы с помощью аллергенина выводим эти все стрессы из организма. А мята, в свою очередь, не дает стрессам переходить к какой-то определенный, предельно допустимый уровень. И тем самым мы получаем природные антистрессовые препараты. Так вот, если мы еще добавляем сюда гвоздику, аллергенин может очень хорошо восстановить работу сердечно-сосудистой деятельности, внутренних органов, головного мозга, улучшает память в организме человека. И, естественно, очень хорошо работает на мочеполовую систему, потому что в нашем организме необходимо, чтобы почки были здоровыми. Вот таким вот способом мы можем с вами поднять нашу иммунную систему.